Чуть больше месяца осталось до окончания учебного года. На каникулах славянская детвора должна хорошо отдохнуть и укрепить свое здоровье. И для того, чтобы достойно организовать летний отдых, нужно приложить немалые усилия и скоординировать работу всех организаций, задействованных в этом. На расширенное заседание межведомственной комиссии были приглашены представители всех заинтересованных служб, которые активно участвуют в летней оздоровительной кампании. Глава славянского района Роман Синеговский открыл это мероприятие, подчеркнув, что приоритетным направлением работы в нынешнем году является высокое качество проведения мероприятий, нужен эффективный подход к реализации всего, что запланировано. Наша задача провести ее качественно, использовать все формы оздоровления, которые на сегодняшний день присутствуют, обеспечить максимальный охват и, конечно же, безопасность. Заместитель главы славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко выступил с большим и серьезным докладом о подготовке к летней оздоровительной кампании. Подготовка к предстоящему лету идет давно. Каждые две недели собирается межведомственная комиссия, где анализируется предстоящая работа по обеспечению летней занятости и оздоровлению юных славянцев. Те плановые показатели, которые мы выстроили, они достаточно амбициозны. Нам необходимо стремиться выполнять их с вами качественно и без нарушений. В этом году у нас в районе, в поселке Очуево, на побережье Зорского моря, будут работать наши здравницы. Это и наш муниципальный лагерь «Ровесник», и, соответственно, лагерь «Лебяжий берег», который планирует принять детей из Удмуртии. Более двух тысяч педагогов, тренировок, волонтеров, специалистов поселения, отвечающих за работу с молодежью, инструктором по спорту, будут обеспечивать реализацию летней кампании. Это серьезная команда, с которой мы работаем, и все ресурсы управлений, имеющихся в нашей базе, они направлены на работу, в том числе и в поселении. С учетом требований по работе в условиях распространения коронавируса, необходимо в работе с детьми допускать только провакцинированный персонал. Мы это уже требуем не первый год, и эти требования не снимаются. Также обращаю внимание на снижение ограничений, которые идут по данной теме, нужно вернуться к совместным межкодным мероприятиям, экскурсиям, развлекательным площадкам, провести максимальное количество форм летнего отдыха и оздоровления в очной форме, выводя его уже из формата онлайн. Подготовка детских оздоровительных учреждений к летней кампании была в центре внимания на заседании. Управление образования будет использовать и рейтинговые, и малозатратные формы занятости. Самой востребованной формой являются лагеря дневного пребывания. На период летней кампании у нас будет организовано 32 лагеря дневного пребывания и из-за этого технология будет 2178 детей. Уважаемые коллеги, прошу обратить внимание к составлению программы. Программа должна быть насыщенной, замечательной, которая будет продуктивно реализовываться на уровне образовательной организации. Мы работаем с вами на конкретный результат, который позволит занять на наших детей и, условно, снизить риски возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также позволит работать грамотно на профилактику безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних. Важную роль в оздоровлении детей летом играет здравоохранение Славянского района. Медицинские работники постоянно держат руку на пульсе состояния дела в организациях, где отдыхают дети. Конечно же, на данный период со всеми организациями, какими оздоровителями, заключены договоры. В зависимости от формы лагеря, эти договора включают в себя кационально-организационной методической помощи. Это для лагерей в основном круглосуточного пребывания, в том числе экстренной и стационарной помощи. А в лагере огненного пребывания мы также будем осуществлять медицинскую помощь. Наши медицинские работники Славянской ЦРБ привлекаются для осуществления этой помощи. Поэтому приказом Славянской ЦРБ еще в марте месяца закреплены медицинские работники за каждым летней оздоровительной площадкой лагеря. Активно участвуют в организации летнего детского отдыха Управления по делам молодежи, которая использует разнообразные формы традиционных мероприятий, рассчитывая на то, что все, что было до пандемии коронавируса, должно восстановиться. Мы запланировали на этот год много различных мероприятий, форум занятостей. Доступно в воровых площадках, тематическая площадка для призывников, туристические мероприятия, походы, экскурсии, краевые и всероссийские форумы, тематическая смена «Ин Армеец», тематическая смена «Я доброволец», форум «Молода СНК», «День молодежи», который мы проведем в этом году, надеюсь, широкомасштабный и в привычной его форме. Ну и наша уже полюбившаяся форума «Артарбат» и «Лейтый кинотеатр», которые не будут замыкаться только в городе Станинской Нагубани и в том числе пройдем в поселениях. Летние каникулы – это время настоящего отдыха, оздоровления и становления личности детей и подростков. Поэтому организации досуга для них в это время необходимо уделить особое внимание. Эта мысль красной нитью прошла через ряд выступлений. Делается по всем направлениям действительно немало, но не стоит самоуспокаиваться. На этом сконцентрировал внимание собравшихся глава Славянского района Роман Сенеговский. Уважаемые коллеги, вы должны понимать, что мы с вами находимся на работе, на работе очень серьезной. И вот эти коллеги, которые проводятся, они, прежде всего, для вас проводятся, чтобы вам помочь избирать неприятностей. Те алгоритмы, которые были сказаны, много выступающих, мы потратили время. Надеюсь, что все вы знаете, чего вам нужно заниматься. Есть дневные показатели, есть месячные, наверное, какие-то циклы за точки контроля, за которые вы боретесь. Для того, чтобы летний отдых в нашем районе был действительно качественным и безопасным, нужно серьезно поработать всем. Работа по подготовке будет продолжена. И всем придется очень постараться, чтобы все намеченное было выполнено. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».